Всем привет! Сегодня я лечу в Каппадокию на работу, на съемку. Я хотела бы перед полетом сказать коротко, что я с собой беру. Обязательно пижаму. Пижама зависит от региона, куда я лечу. Это тепленько, потому что там уже холодно. Масочку, так как мы летим в коронавирус. Пауэрбанк и зарядка, которая у меня заряжает телефон. Документ. Это паспорт и моя виза, карточка с визой. Косметичку. Обязательно теплую вещь какую-нибудь. Это очень теплое худи. Кошелок с остальными документами и, наверное, все. Так как в Каппадоке сейчас намного холоднее, чем в Стамбуле, я взяла побольше теплых вещей. И на самом деле это очень важно смотреть, проверять погоду, потому что иногда в Стамбуле бывает намного теплее, чем место съемки. Неделю назад мы ездили в другой город, и почему-то наша визажистка не посмотрела, что там будет 5 градусов, и она поехала в легком пиджачке. И задухла просто капец. И, естественно, если я лечу на 2-3 дня, комплект немножко отличается. Там может быть сменная футболка, сменная одежда, носки, белье, и чемоданчик выглядит побольше. Сейчас это все влезло в маленькую сумочку. Здорово, что с нашего района отходит городской автобус обычный. Но это немножко расслабляет, потому что ты немножко опаздываешь. Мы живем в Шишли. Как я уже сказала, отсюда отходит городской автобус обычный. Не жалко. Проесть 7 лет стоит. Подорожал, кстати, был 5 с чем-то. И вы можете воспользоваться обычной карточкой. Я надеюсь, я не опаздываю. Мы уже в аэропорту. На самом деле это полный трэш, потому что когда мы выехали с района, такой ливень пошел. Это просто небо черное. Как будто два абсолютно разных города. Мы доехали ровно за 45 минут. Нам очень повезло, потому что абсолютно не было пробок. То есть мы ехали в самое идеальное время для этого. Я забыла упомянуть, что я лечу из нового аэропорта. Огромнейший, просто. Он мне нравится очень сильно. Посмотрите, какая красота. Здравствуйте. 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 Где он? Там отдых. Спасибо. На входе проверяют билет. Не пускают провожающих абсолютно. И возможно еще спрашивают пресс-код. Это код подтверждения на путешествия, на передвижения и тому подобное, которые отслеживают пассажиров, если у кого-то была корона. Всегда даже на внутренний рейс отъезжаю за два часа. Ибо боюсь, что могут быть большие заторы. Но нет. Достаточно пусто. Так. Де. Где у нас Де? А, прям тут. Та-дам! Я прошла контроль безопасности. Я пищу всегда. Всегда. И с меня всегда берут что-то типа маска, я не знаю, по ручкам так вводят бумажкой и на какой-то тест отправляют. Не знаю, почему я всегда пищу. Я, наверное, просто заряженная. Полеты после пандемии, когда были, по аэропорту ездил чувак на самокате, на электросамокате. И просил всех одеть маски. То есть, если вы, не дай бог, приспустили маску, сразу ехал дядечка и подъезжал, и говорил, масочку оденьте. Вот это дядечка с масочкой, который просит всех одеть масочки. Нас уже приглашают в самолет. Сейчас запускают по номерам от 15-го сидения и выше. Всем меряют температуру. Нам выдали гигиенический сет. Сейчас покажи, что мне удобно. Итак, у нас здесь масочка. И две салфеточки. Здесь супер маленький аэропорт. Это же, наверное, аэровокзал. И поэтому до терминала здесь ходят пешком. И мы финали на месте. Я обожаю Каппадокию. Турецкое гостеприимство. Сам владелец выходит встречать. Это вполне нормально. Наша территория отеля. Ну, отель, конечно, небольшой. Не один из лучших, который тут есть. Но он симпатичный на первый взгляд. Крайне мере ночью. Крайне мере. Каппадокия построена вот в таких скалах. Они песчаник, если я не ошибаюсь. И в них есть пещеры, так сказать. И вот Каппадокия знаменита своими вот этими скалами. Какая красота. Я обожаю Каппадокию. Я просто от нее кайфую, от этой энергетики. Вот видите пещеры? Там реально раньше жили люди, вели хозяйство. Но сейчас, к сожалению, плохо видно, потому что ночь. И мы в самом начале Каппадокии. То есть вот туда идет настоящая Каппадокия, где все вот в таких вот скалах. По-моему, это великолепно. Просто. Я очень рада. Мы поужинали. Был прекрасный ужин. Очень вкусная еда. Вот я люблю бутик-котель. Это то, что у них авторская кухня чаще всего. Вот что-то такое, знаете, очень простое, но очень-очень вкусное. Из очень качественных продуктов. И вино региона Каппадокии очень интересное. У него привкус. Вот знаете, как бы, когда виноград, его выдавили и его еще оставили немножко полежать. То есть вот эта шкурка, она дает некоторый свой вкус виноградное. И вот у него какой-то абсолютно необычный привкус. Это замечательно. Мы сейчас будем ложиться спать, принимать душ в нашей прекрасной ванной. Жаль, у нас нет возможности воспользоваться сауной. Мы с радостью. Но нам вставать в 4.30 завтра. Нет, вставать в 4.15. В 4.30 у нас уже макияж. И поэтому мы будем ложиться спать. Всем доброе утро. Я уже сходила, позвонилась. Спалось нам, кстати, очень классно. Очень тепло. Даже чересчур тепло. Теперь у меня немножко опухшая мордочка. Поэтому мы прикладываем холодную бутылочку. Кстати, это нормально. Я после перелетов бывает опухаю. Тем более, если очень мало спала. Поприкладываем холодный компресс. И можно жить. Итак, время 6.30. И мы выдвигаемся в путь-дорогу. Мы сейчас едем к шарикам стопаться. А то мы, наверное, вернемся. Кажется, турки и планы это две несовместимые вещи. Поэтому плана нет. План только к шарикам. А здесь происходит магия Каппадокии. Надувают шарики. И настал самый ужасный момент. Три диване. На улице минус два. Какие они огромные. Класс. И когда их наполняют огнем, так красиво. Пока-пока, шарик. Мы сняли тут сцену. Она заняла 3 минуты съемка. Но ради этой атмосферы и ради этих видов стоило проснуться в 4.30-4.15. Чтобы увидеть всю эту красоту. Сейчас вот вся Каппадокия. Вот такие красивые вещи. Красота. Но, к сожалению, со временем они разрушатся. Потому что это песчаник. И для них разрушатся. И для них разрушатся. Красота. Как раз. Это песчаник. Как раз. Мы приехали в Ашквадиси, это долина любви. Мы снимаем очень быстро, потому что шарики летали, свет очень важный, сейчас ноябрь месяц, темнеет рано, а еще мы очень голодные, мы не завтракали абсолютно. Мы отсняли каждое по три лука, сейчас у нас будет перерыв на завтрак, наконец-то, и мы будем продолжать. Сейчас, кстати, солнышко вышло, уже теплее намного стало, коротко о том, как проходят съемки. Ты стоишь, тебя все дергают, поправляют. Все выглядит примерно так. Модель позирует, а сзади стоит 3 миллиона человек, которые снимают, что-то подсказывают. Нормально. На что не пойдешь ради хорошего кадра. Так и живем. Итак, у нас, наконец-то, завтрак. Типикал турки с брекфаст, как вы скажете. Сыры, оливки, мёртвы. И вот здесь мёд, варенье и всякое такое. Поехали, аппетита! После обеда у нас был маленький перерывчик, мы немножко сняли гостиницы. Сейчас мы переделаем волосы и отправляемся дальше в дорогу. Я думаю, мы будем снимать на двух-трех локациях. И на этом будет все. На самом деле, сегодня прекрасный день, очень легко работается, если бы не утром холод. Коллекция прекрасная, я очень-очень рада. Мы приехали на новую локацию, и тут есть верблюдики. Привет! Он мягенький. Наша новая локация. Она, на самом деле, мне даже кажется, лучше, чем та. Просто на обочине. Это мой был сотрудник, так сказать, партнёр. Такой красивый. Ничего не дадут поснимать. Только включаешь камеру сразу. Иди, переодевай. Иди, делай то. Иди, делай то. Тяжко быть блогером на съёмке. А мы ведём прямой репортаж со съёмки. Это мой боевой конь. Я тут лазила, лазила. И смотрите, что я налазила. Это, скорее всего, была церковь. Что, видите, вот тут лучше видно. Фрески. Вообще, этот регион славится своими монастырями, церквями. Кусочек истории. Слегка новый стиль. Я в Чурбане. Кстати, вот так, как они вяжут, мне очень нравится. Я прям пару раз в этом аппарат понотела. Так, у нас последний лук. И мы закатчиваем. Я надеюсь, последний. А то уже был один раз последний. Смотрите, какое красивое небо. Закатное. Мы таки закончили. Сейчас мы идём поужинать. И мы будем выезжать в аэропорт. Я планировала, что... По идее, мы должны были закончить раньше. И я планировала, что я схожу в душ. Покупаюсь. Голову помою. Но не тут-то было. Как в стихах. Я очень замёрзла сегодня. Очень. Просто невероятно замёрзла. Поэтому... Это мой друг. На сейчас. Закатное. До свидания. Макарна Все, для нас время уезжать Спасибо, замечательная комнатка за теплый прием Пока-пока Водитель агентства девочки любезно согласился меня подкинуть Я счастлива, что я поеду не на автобусе а хотя бы где-то на своего района Хочу увидеть уже своих бубликов Я скорее не помню Ура! Ура! Публик Публик Привет! Ура! 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 Пока-пока.